Итак, давайте рассмотрим, как устроены продажи в школе астрологии и как это может быть тоже сделано у вас. Модель получилась довольно такая инновационная, которую в мире, наверное, очень мало кто использует, но она получилась просто такой попытка-ошибка, 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 и вот что-то делаешь, и в итоге что-то прикольное получается. Как, собственно, выглядит сама модель? То есть у нас получается есть набор лендингов. На лендинге идет призыв подписаться на вебинар плюс какой-то, какая-то PDF-ка. Не на каждом лендинге у нас сейчас установлена PDF-ка, на какой-то идет трафик без PDF-ки, на какой-то с PDF-кой, и параллельно, это вот одна из моделей, и параллельно у нас еще идет трафик отдельно просто в мани-чат. В мани-чате это в фейсбуке появилась такая функция, что можно сразу, ну то есть идет реклама, ты нажимаешь подписаться, и сразу у тебя выскакивает мессенджер, такой кругляшок с сообщением от бота, что там спасибо, вот вебинар будет сегодня вечером, придешь, не придешь, там приду, вот тебе там детализация, что будет на вебинаре, там не приду, приходи завтра, вот что будет завтра. И потом дальше идет серия напоминаний, то есть как автоворонка, только, ну e-mail-овая, только в мессенджере. Там очень много чего неудобного, то есть нельзя на время какое-то определенное ставить, поэтому мы там делаем, просто каждый день запускается по определенному тегу, то есть во всех этих новомодных сервисах очень много чего еще не сделано, потому что они просто очень новые, там нельзя смотреть, прочитано или не прочитано сообщение, но во всяком случае, все, кто подписался на мани-чат, мы уже знаем, что они все есть в фейсбуке, у нас есть все аккаунты, и если он там прошел вебинар, это определенная цепочка, если он не прошел, ему все равно тоже пишут, избрасывают уроки, то есть это вот такая работа. Здесь они даже без лендинга проходят, то есть никакого лендинга, e-mail у них, у нас, по-моему, их тоже нету, просто идет такой вот, приходи, приходи, приходи на вебинар, там не пришел, ну окей. Здесь, к сожалению, здесь есть нюанс, то что где-то 40% людей, они отписываются, вот. Но по нашей текущей сейчас результативности, вот эта воронка где-то работает, ну вот такой показатель, в 1,65 раз более эффективно по возвращаемости денег, возвращаемости инвестиций. Поэтому как бы долгосрочно, я считаю, что мы все-таки сюда перейдем, но пока сервис не идеальный, и мы теряем там этих самых подписчиков, и тоже как-то иногда непонятно, кому отсылается, потом неудобно отделу продаж себе, потому что непонятно, можно прочитать или нельзя, там, ну то есть много есть нюансов разных. Но здесь тоже можно настраивать, к примеру, если у тебя появился новый урок, ты отправляешь новый урок по всей фейсбучной базе. Вот, здесь мы собираем e-mail, если здесь мы собираем просто фейсбучный контакт, здесь мы собираем e-mail и настраиваем сюда трафик. Здесь вот что, например, сделано, ну сейчас это внедряется в астрологию, сделано в акселераторе, это то, что надо всем вот этим вот процессом сидит отдельный человек, над каждым из каналов сидит тоже отдельный человек, и вот этот вот человек, он контролирует вот этих вот людей, чтобы они сделали, ну, нормальные креативы, чтобы, если что, у нас есть, ну, таблица аналитики, и в таблице аналитики у нас по каждому из этих каналов, это, например, у нас там фейсбук, это там ВК, это там директ, к примеру, по каждому из этих каналов у нас идет воронка, есть количество подписчиков, стоимость подписчиков, доходимость до вебинара, сколько ставлено заявок, сколько счетов, и там сколько, соответственно, оплат. И мы понимаем, что на определенном этапе, ну, то есть там нужно несколько дней буквально, чтобы были какие-то продажи. И если продаж какое-то длительное время нет, то этот человек, он должен руководить вот этим. И, соответственно, или снижать бюджеты, меняя как-то креативы, например, или наоборот повышать бюджеты, потому что, ну, все хорошо окупается. То есть это вот такой дирижер. И что еще здесь интересно? Да, вот этот человек, он также помогает вот этим вот людям создать аватары. То есть мы тоже стараемся выстраивать разные сообщения для разных целевых аудиторий. Ну, к примеру, в акселераторе у нас это люди, которые, там, предприниматели хотят онлайн-бизнес, у нас те, кто хотят просто много денег зарабатывать, те, кто хотят там серфить, путешествовать и такой какой-то лайфстайл. Это корпораты, у них тоже другие сообщения, потому что они сейчас работают по найму, для них тоже больше свободы, для них, ну, то есть разные, в общем, заголовки для разных аватаров и разные картинки. И тоже вот эти люди, они экспериментируют с этими креативами, а этот контролирует их, что они экспериментируют. То есть для меня было тоже инсайтом, ну, это я, в принципе, несколько лет назад понял, что вот на каждом из каналов все-таки нужен отдельный человек, потому что это разная специализация. Собственно, гонится трафик, люди получают PDF-ку и получают ссылку на вебинар. Дальше у нас идет e-mail цепочка, и по e-mail цепочке человека приглашают три раза посетить вебинар. Если он посетил, то он переходит на запись, да, если он посетил, переходит на запись, а если он не посещает, то его перекидывают, собственно, да, вот так правильно нарисовать, его перекидывают в следующий вебинар. То есть там, мы видели, что вы там вчера не было, у нас было много людей, бла-бла-бла, просят повтора, там, вот вам повтор. Все, три раза, если он не пришел, мы его все равно перекидываем на запись, смотри запись, и после этого идет такой, как, ну, мини-лонч, мы это называем такой дожим. То есть там скидка, бонусы, вы всего этого лишитесь, у вас 48 часов, там, бла-бла-бла. Вот, и после этого идет уже e-mail тоже серия, e-mail, то есть идут уроки. Ну, здесь, конечно, в идеале это все должно быть прописано там на год, и тоже с отдельными такими, ну, вот я видел несколько проектов, мы так делали раньше, сейчас просто до этого еще у меня руки не дошли. Это когда e-mail воронка прописана очень долго, и раз в месяц ты их уводишь в такой некий саблист, говоришь, что вот, друзья, у нас там какой-то новый там вебинар, приходи. Это может быть тоже автовебинар, подпишись на него, здесь он оставляет e-mail, оставляет телефон, он подписывается на саблист, здесь ему высылаются три письма, ну, к примеру, три видеоурока, или, может быть, вебинар один, то есть, ну, не принципиально. И дальше на четвертом этапе идет продажа, ну, то же самое, там, 50% скидка заканчивается, там, бонусы заканчиваются, бла-бла-бла. И таким образом у нас, если вот это вот на год прописано, мы в отдел продаж выгружаем большое количество телефонов, контактов на разные продукты, которые с разной приоритизацией закрываются менеджером. Что здесь мы еще делаем? Какая здесь цепочка e-mail? Ну, там, подписался сразу там вебинар завтра, утром письмо, днем письмо, за час письмо. В этих письмах наша такая одна из главных задач, вот даже когда мы даем PDF-ку, мы заметили, что если давать предварительное видео перед там вебинаром, то это уменьшает конверсию доходимости на вебинар, а это плохо. То есть, если не давать ничего предварительного, вот здесь вот до вебинара может дойти, ну, там, от 20 до 60% человек. То есть, тоже зависит от ниши, зависит от того, как это все сделал. Но вот такую цифру я знаю, я ее видел, мы ее делали, то есть, это на возможно, чтобы 60%. Ну, даже вот ты можешь представить просто, да, что такое, то есть, в обычном, в обычной e-mail рассылке уже человек на третье письмо, у него открываемость e-mail падает там до 25%, до 20, там, четвертое, замеряла, да? Четвертое, пятое, шестое, седьмое, там уже 20%, тое 15%, и потом падает до 10%. И потом, когда ты уже проводишь вебинар, то уже и аудитории нет. Да, согласна. А здесь, когда мы делаем авто, то мы сразу, за счет того, что вебинар завтра, люди еще не успели там что-то там передумать, или там куда-то убежать, или там просто перестали почту открывать, мы можем, вот, ну, средний здесь процент будет там 30%, это будет хороший показатель людей, которые дошли до этого вебинара. Соответственно, дальше, ну, вот ты говоришь, я боюсь проводить там авто, потому что теряю конверсию меньше, чем на живом, да? Это все правда, то, что авто конвертирует хуже, чем живой. Но за счет того, что здесь ты просто кучу намного больше народу приводишь, а ты их, как бы, ну, просто не теряешь, и все. Да, вебинар немного другой, то есть ты больше рассказываешь о себе, больше историй, там, ну, как бы, ну, более сложная структура. Я запишу три разных вебинара. Ну, это вообще будет, это круто. Если тебе только будет не лень. У меня несколько есть моделей продаж, ну, потому что это началось активно, ну, вообще отлично. Ну, круто. Здесь просто, ну, вот, реалии такие, что ты там делаешь себе огромный план, когда планируешь, как сделать проект, а потом, когда его разгоняешь, ты просто, ну, на какие-то вещи закрываешь глаза, потому что у тебя уже идут продажи, ну, мы так запускаемся, то есть мы делаем минимальный набор для запуска, запускаемся, и потом уже латаем дыры. Дыры латаем по приоритетам, и некоторые вещи просто становятся неприоритетами, и очень долго их не меняешь. Ну, вот, это моя личная стратегия. Да, получается, то есть мы делаем несколько напоминалок, человек доходит до вебинара, не доходит, там, его приглашают на следующий, приглашают на следующий. А следующий завтра? Когда ходит, да, следующий завтра, да, следующий завтра. Мы в 7.15 делаем. Что у нас просто вебинар длится, там, 5 часов, и людям тяжко, да. Мы несколько раз встречались, и с одним Димой, и с другим Димой ставили цель. Так, все, давай цель ставим, там, 2.5 часа, 2.5 часа, так, надо максимум 3. Там, да, все, максимум 3. Так, давай распишем тайминг, 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 расписали, и потом в 6 часов, блин, знаешь, так, сначала чухиваешься уже в вебинар 6 часов. Ну, то есть, и мы поняли, что, как бы, ну, окей, если он идет, как бы, гладенько, то нормально. Причем, даже могут люди говорить, что, вот, мне не нравится, там, слишком долго, но я, конечно, досмотрела до конца, и я вот хочу купить, но, блин, так долго, и так ужасно, и вообще, там, сделайте короче, ну, вот. То есть, люди, одно дело то, что люди говорят, другое дело, там, что они покупают. Ну, да, здесь надо, да, соблюдать тоже еще некую такую этичность того, что все-таки мы их не обманываем, что это живой, мы просто, как бы, говорим, что это трансляция вебинара идет, то есть, они, как бы, сами уже додумают, что это живой. Вот, но чем отличается, по сути, нам нужен не факт того, что они думают или не думают, что это живой, нам нужен факт ивента. То есть, если они думают, что это ивент, они выделяют вечер. Если они не думают, что это ивент, а думают, что это запись, они ее никогда не смотрят. А не бывает такое, что они, допустим, в комментариях к постам пишут к вашим соцсетям, что, типа, там, ой, я вчера не успел на вебинар, там, что-нибудь такое. Ну. А кто-то дает другой такой, а что был вебинар? Вот мне такой был этот пост. Ну, смотря, каким постам. А, например, в соцсетях, да, кстати, вот не пишут. Пишут иногда что-то негативное в рекламе самой, но вроде я поставил задачу, чтобы это все удаляли. Но иногда им, может, не успевают удалить. Вот. Это, ну, это вот, как бы, такая базовая архитектура. То есть, там, цепочка на год. И все самое важное здесь, вот то, что мы новое сюда добавили за последний год, это то, что... А если человек подписался сегодня в 8 утра, ему все равно завтра вебинар? Да. Да. Мы пробовали, экспериментировали делать сегодня, завтра, в зависимости от времени, который он подписался, и поняли, что абсолютно одинаковая у нас доходимость. Ну, если завтра, то получается, человек специально выделяет вечер, то вероятность того, что он досмотрит до конца, выше. Поэтому мы сделали полностью воронку на завтра. Просто, ну, так сплит-тестили. Здесь одна из вещей, которая вот получилась так как бы усовершенствованная, которая повышает доходимость, это если вот здесь вот сделать еще и автодозвон, то есть собирать телефоны и подключать там сервис ватбокс, и автоматически звонит человек. И здесь, если купить какой-то такой маленький домен, ну, к примеру, там, ну, вот у нас там по астрологии 9933.ru, вот тебе, пожалуйста, я запомнил. То есть прям в голосовом звонке говорят, что вот заходите, вебинар начинается, заходите на 9933.ru. Ну, и люди заходят тоже. И, соответственно, они там приходят до вебинара. То есть это тоже помогает. Телефон плюс смс. Не могу сказать, что у нас, кстати, вот по астрологии прям суперсовершенный вебинар, то есть его еще надо докручивать. Но, во всяком случае, он мне дает, самое главное, он мне дает конверсию. То есть у меня трафик за первый месяц окупается в ноль. И я понимаю, что у меня, так как аудитория платит там 4-6 месяцев, у меня еще есть там почти полгода, и все, это будет прибыль. И получается, что я просто в больших объемах, мы закупаем подписчиков. На автобинарах. На автобинарах, да. То есть без tripwire, без чего-либо. Потому что у меня тоже не получалось на всех этих tripwire сделать окупаемость. В теории как бы звучит, что где-то там треть-половину трафика можно окупать в tripwire. Если окупать все, это прямо высший пилотаж. Здесь есть свои минусы, их много тоже. Например, то, что ты аудиторию выжигаешь. То, что ты как бы, ну, так вот, тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. На некотором вроде дрочишь, да. Но за счет того, что ты это делаешь, то, ну, получается хороший возврат инвестиций. Здесь идет PDF-ка. Вот Дима очень круто сделал в акселераторе. То есть PDF-ка состоит там от 12 шагов. Дима написал 4. Ему было лень писать дальше. Говорит, если хотите получить дальше, пишите мне там в Telegram. И реально люди стали писать в Telegram. И мы оттуда получили тоже поток лидов. Потом мы перераспределили их на Facebook. И получается, что у нас из разных как бы каналов, и с вебинара, и через e-mail, и с PDF-ки, люди подписываются на Facebook у нас в акселераторе. А на астрологии в ВКонтакте. И здесь это тоже, это идут входящие для менеджеров. И одна из сейчас вещей, которую мы сделали, это мы практически полностью, ну, вот, со звонков ушли и переключаем их на мессенджер. Не полностью, то есть все равно обзванивается. Для отдела продаж здесь важнейший элемент. Это вот эти телефоны. Это, по сути, чекины. И это вот эта вот переписка. То есть, соответственно, по приоритетности вот эти вот получаются у нас суперприоритетные. А здесь мы можем просто их бомбить, ну, потому что что там, сообщение отправило, и все. И здесь тоже у нас они как бы ранжируются на тех, кто просто добавил в друзья. Дальше на тех, кто добавил в друзья и задал какой-то вопрос во время вебинара. То есть мы во время вебинара говорим, вот наши соцсети. Если мы не отвечаем вам в чате, то пишите нам в соцсети вопросы. Обещаем, что в течение, там, двух-трех дней вам ответим. Они пишут вопросы. Соответственно, эти вопросы, там, обрабатываются, отвечаются, и дальше идут повороночки продающие. Вот. А потом дальше это те, кто просто что-то там спрашивает, написали, но это они не смотрели вебинар. То есть это мы их условно делим на не смотрели и смотрели. То есть если они не смотрели, мы их просим посмотреть. Если они смотрели, то мы дальше их уже запихиваем в воронку возражений. Если они не смотрели и смотреть не хотят, то мы им даем уроки. Такое тоже бывает, что я не могу выделить там 3 часа вечером, там, бла-бла-бла. Окей, вот смотрите уроки. И потом их снова в воронку возражений. А в воронке возражений у нас, ну, главное возражение, это нет времени и нет денег. И воронка устроена таким образом, что у нас все проходят отбор. То есть не каждый может стать астрологом. Он должен прислать сначала свои там ладони, похоже на ладони. Ладони, плюс заполнить анкету. Плюс, ну, там еще есть один этап, который мы сейчас смотрим и потом про него расскажу. То есть они заходят в воронку. То есть тоже уже идет некая квалификация. И потом тех, кто зашел в воронку, мы помещаем в специальный чат. Вот уроки вы им высылаете. А когда вы поймете, посмотрел он эти уроки? Мы скажем, что, посмотрели? Он говорит, посмотрел. Что думаете? Это, это, это. Окей, приходите к нам учиться. Он говорит, давайте, а что надо сделать? Ну, вот нужно пройти отбор. Готовы пройти отбор? Вот, дальше сбрасываем текст про курс, что вот такой-то курс, длится там 4 недели. Дальше, то есть эти люди заходят у нас в воронку оценки. Тоже они как бы понимают, что, ну, уже какой-то есть отбор. Потом, плюс, здесь они добавляются в отдельную группу. Группа, где они получают там дополнительные материалы. Тоже они понимают, что, как бы, ну, мы в них вкладываемся. Ну, то есть, ну, по закону отдачи, да? Здесь добавляются они в чат. В чат, ну, это происходит не всегда, но это желательно делать. Иногда мы это делаем. Это мы в чат запускаем выпускников. То есть, всегда есть какие-то фанаты, у тебя есть там, ну, в принципе, они всегда какие-то есть, особенно такие какие-то отчаянные люди, которые постоянно там тобой восхищаются, там, и так далее, благодарят. Я реально боюсь таких. Вот, да, вот. Их можно, их как раз помещаешь в чат потенциальных клиентов, и они там создают движуху. То есть, они начинают благодарить сразу, что-то там писать. Причем, ну, знаешь, как прям, ну, то есть, их просто помещаешь, они сразу начинают тебя благодарить и восхищаться. Вот, поэтому их помещаем, они начинают благодарить и восхищаться. Там люди параллельно смотрят какие-то видео, утепливаются, смотрят, что тоже есть какие-то другие. И потом параллельно с ними идет индивидуальная переписка. Обычно они говорят там, нет времени, нет денег. И на каждой из этих, собственно, возражений у нас есть пост в Инстаграме. Я тебе могу их потом скинуть. В Инстаграме. И дальше плюс есть определенный текст, который мы пишем. Ну, к примеру, там, нет времени, там, мы сбрасываем статью, там, про время определенное. И спрашиваем их там, а что для вас важнее, время или деньги? Он говорит там, время. А для людей, которые ценят свое время, инвестируют время в знания, у них всегда будут деньги. Для тех людей, которые экономят деньги и экономят время и вообще никуда не инвестируют, они всегда будут и без денег, и без времени. Ну, вот такой примерно контекст. И обычно здесь, то есть они говорят, нет денег, мы кидаем статью, и здесь, ну, много кто просто передумывает. Говорит там, yes, я готов. Ну, кто-то говорит там, no. Здесь тоже мы используем принцип, там, until they buy or die. Пока, пока не забанят, короче. Вот. Такая стратегия. Ну, вот, собственно, вот как-то так. То есть, главная задача, это перевести в мессенджер. Здесь вот мы, на самом деле, пока что не суперкруты в том, чтобы пока вот не очень понятно, как вот это все разграничить, потому что очень много телефонов, очень много переписки, не очень до конца понятно, как это делить между... Возникает куча народу на прозвон, мы всех позвонить не успеваем, куча народа на переписки, мы тоже со всеми переписываться не успеваем. Во ВКонтакте у нас мы используем social CRM. Это позволяет лидов приоритизировать, то есть главная, центральная задача, когда вот эту всю штуку простроил, это то, чтобы сконцентрироваться на тех, кто готов заплатить. Поэтому мы сделали еще две фишки интересных. Это то, что задача, то есть над всеми продажниками, которые звонят и которые в мессенджер, стоит человек. И это РОП. И вот этот, получается, человек, который отвечает за лидген, они с РОПом находятся в тесной коммуникации. И здесь важно сделать так, чтобы понять, какой канал у нас платит, это как бы у нас итоговый результат, но есть и промежуточный результат. Это мы понимаем, что за люди к нам пришли. Это очень важно, когда разгоняешь трафик. И здесь, к примеру, как только они подписались, мы сразу можем, во-первых, e-mail им отослать с опросом. То есть, «Добрый день, чтобы сделать наш вебинар еще более полезным и эффективным для вас, давайте, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Профессия, пол, город, доход на семью, сколько вы там лет в эзотерике, сколько интересуетесь астрологией, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». То есть, мы их сделаем здесь какое-то, ну, понимание аудитории. И здесь, когда вот этот человек, какой-то новый, врубает трафик, если у нас нету покупок, мы не понимаем, как бы у нас вопрос встает, у нас с трафиком проблемы некачественные или у нас вот этот вот человек не успевает, не закрывает. То есть, непонятно, с кого спрашивать. Или может быть, ну, то есть, очень много здесь может быть каких-то всяких причин. А кого у вас процентов проходит этот опрос? Процентов, кстати, не знаю, процентов 30, наверное, проходит. То есть, копятся анкеты, анкеты просматривает этот, анкеты просматривает этот, и у нас, получается, приходит понимание того, кто же здесь ну чья сфера в общем чья зона то есть кто недорабатывает и получается и еще то что мы сейчас уже но только что внедрили это помимо анкет анкеты могут быть еще на странице благодарности но мы на странице благодарности как раз таки спрашиваем телефон чтобы люди получили определенное напоминание и отправляем как раз вот это вот авто голосовую звонилку и здесь ну а раньше мы делали опросы когда вот здесь вот ставишь опросник заполнять 40 процентов человек это я точно помню мы вставили в письме чтобы вот здесь вот телефона собрать и в каждом из вот писем предварительных мы делаем ps к подписан вот в астрологии подписывайтесь на наш youtube канал и подписывайтесь на дмитрий лакшми раз две недели создается чат туда загружаются люди и они потом идут в течение 4 6 месяцев пока вот мы так сделать чтобы был дедлайн какой-то то человек залетает как бы после вебинара у нас он сразу не покупает он залетает вот в эту вот воронку пока с ним работают у него уже дедлайн который вебинарный он заканчивается и он говорит я готов купить но вот я там пока думаю там бла-бла-бла и очень хорошо когда его поджимает то что уже скоро начнем уже скоро начнем уже скоро начнем там и так далее здесь работает отдел продаж в мессенджерах это наверное главный такой мой инсайт последнего года это то что реально люди уже неохотно берут телефоны но люди очень охотно переписываются поэтому и еще и проще найти продажника который будет переписываться со прописанными сообщениями чем продажника обучить разговаривать на телефоне но здесь ничего сложного то есть они заходят их спрашивают смотрели не смотрели вебинар если не смотрели то заставляют смотреть если не хотят смотреть то уроки и потом приходите к нам учиться они вбрасывают два типовых возражения им кидают статьи и если там статья не сработала здесь еще работает отзыв то есть нас есть отзывы на типовые возражения там нет денег мы кидаем что например там но на втором месяце мы заставляем наших астрологов проводить консультации у нас есть огромное количество людей в пабликах эзотерических, оттуда вы получите свои консультации, и в среднем выпускник зарабатывает столько-то денег, после второго месяца зарабатываете столько-то, и кидается отзыв в человек, который зарабатывает. И тоже после этого он меняет мнение. Чаты в астрологии все в контакте, по акселератору все в фейсбуке, потому что изначально так сделали. И потому что, ну просто очень круто наполненная страница у Димы во Вконтакте. Ну и в принципе у нас аудитория, мне кажется, она больше во Вконтакте, хотя мы летгенем, а у нас очень большой поток идет из фейсбука, и мы его все перенаправляем в Вконтакте, потому что там как-то уже приспособились это все закрывать. В соцсетях сидят 4 человека плюс роб, но, блин, здесь такая текучка, у нас прям здесь большая проблема на самом деле сейчас по людям. Да, с одной стороны, вроде бы им не надо звонить, но они баранят даже и то, чтобы просто прочувствовать контекст и в нужное место поставить просто предзаписанное сообщение. Что могу показать? Могу показать вот эти сообщения, могу показать какие-то элементы переписки. Ну, крутая тема, которую мы сейчас тестируем, это автоматические видеоинтервью, но это пока вот у меня нету релевантной статистики, чтобы тебе прямо сказать, что это круто или не круто. Для тех из вас, кто хочет выходить на хорошие объемы и масштабы, а не просто там дауншифтить на Бали и кататься на серфе, то вот эта модель вам подойдет и мы ее будем еще детально разбирать в более поздних уроках годовой программы. Поэтому следите, не пугайтесь, это все не так страшно, когда это все ты понимаешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...